Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Специалисты Управления по защите прав потребителей напоминают, что постановление главного государственного санитарного врача о запрете к реализации мяса птицы «Благоярно-Гайбакский птицеводческий комплекс», «Хорошее дело», а также фарш из мяса индейки и хуторские российского производства, еще не отменено. Именно в этих мясных продуктах было обнаружено превышение количества бактерий. В этой связи специалисты просят всех предпринимателей не использовать в продаже эти виды мясных продуктов, дабы избежать отравления со стороны потребителей. А самим жителям города рекомендуется внимательно выбирать продукты питания, обращать внимание на маркировку и срок годности. В целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний, также отравления среди населения, рекомендуем в дальнейшем как для субъектов предпринимательства, так и для потребителей осуществлять прием пищевой продукции и также реализовывать при наличии санитарной эпидемиологической экспертизы. Также товар сопроводительных документов по оценке соответствия, обеспечивающей прослеживаемость данной продукции. В этом году собрать новогодний стол станет дороже. Только за последний месяц в Уральске выросли в цене яйца, говядина, фрукты и овощи. Между тем, чиновники рапортуют, что скачка стоимости основных продуктов питания не произошло. Наши корреспонденты отправились на рынки и в магазины, чтобы узнать, во сколько обойдется новогодний праздничный стол. В центральный рынок города здесь уже чувствуется праздничная атмосфера, но предновогоднего ажиотажа еще не наблюдается, хотя его предвкушают продавцы. В администрации рынка отмечают, что резких колебаний стоимости продуктов нет. Мясо цена 1200-1100. Ну, такие элитные, как будем говорить, выборочные мясо, оно до полутора тысяч доходит в цене. Скачка, резкого роста скачка цен нет. Покупательский спрос не превышает того, что было в прошлом году. Можно сказать о том, что некоторое идет снижение покупательского потока сейчас, на данный момент. Я полагаю, что это некоторая боязнь людей, потратить деньги перед Новым годом, потому что мы уже говорим о кризисе, и мы с вами, как покупатели и как граждане Казахстана, воспринимаем это, что я боюсь, что будет завтра. Поэтому сейчас некоторые снижения, но я думаю, это предновогодняя неделя еще не наступила. Основной покупательский поток начнется с субботы. В Уральске, по данным мониторинга, уровень цен по 35 из 66 основных продуктов питания оказался ниже среднереспубликанских. С августа больше всего в процентном отношении подражали мясо кур с 450 до 600 тенге, яйца со 130 до 220 тенге, масло подсолнечное с 200 до 330 тенге за литр. Овощи местного производства пока держатся. Цены практически такие же, как в начале декабря. Овощи продукты местные, капуста, лук, свекла, морковь, картофель, они все в тех же ценах, которые в начале декабря были. Поэтому основания, я думаю, не будет. Кроме того, что некоторые недобросовестные продавцы воспользуются ажиотажем Нового года, возможно, могут поднять, но я думаю, такого не будет. Картошка идет в 70 тенге, лук в 80 тенге. Это все у нас местный продукт. В основном поставщики у нас Доринск и Кунглозерная. Фрукты в этом году подорожали. Вот просто вот так вот смотришь, фрукты подорожали. Вот бананы были они 250-300, сейчас уже 400. Вот так по сравнению, если посмотреть, фрукты, наверное, дорожают. Но наши овощи, вы сами посмотрите, цены реальные стоят. Покупатели-пенсионеры отмечают, что новогодний стол – дело очень затратное. В среднем он обойдется в 15 тысяч тенге на среднестатистическую семью. Без мандаринов не обойтись, апельсины, яблочки. Какую-нибудь гроздочку, виноград одну надо взять. Вот так вот будем брать. Также еще надо что-то мясное взять. Все как обычно будем. Может быть, не в таком количестве, но постараемся Новый год встретить, чтобы было все нормально. Для многих продавцов новогодний ажиотаж – отличный способ заработать. Ведь обычно после новогодних дней и февраль отмечаются спадом продаж. Предновогодний бум начнется со дня на день. Так, во всяком случае, уверяют нас продавцы уральских магазинов и рынков. Сейчас от этого великолепия можно потерять голову. А что поставить на новогодний стол – решать именно вам и сколько потратить. В течение двух дней на территории Западно-Казахстанской области прошло республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «СОГЭМ», основной целью которого является противодействие кражам скота. В ходе АПМ сотрудниками полиции было проверено 84 машины, перевозивших скот и мясо, 37 павильонов колбасных цехов и рынков, места скупки и сбыта мяса, а также 15 убойных площадок. Сотрудники полиции Каратюбинского РВД задержали скотокрады, который 17 декабря, находясь в поселке Каратюба, путем свободного доступа хозяйственного двора похитил овцу-односельчанина. Аналогично этому неизвестное лицо похитил бычка 49-летней жительности Каратюбинского сельского округа Косталовского района. Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Жалпахталовского отделения... Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции Жалпахталовского отдела полиции Косталовского РВД был установлен задержан односельчанин-потерпевший. По данным фактам сотрудниками полиции ведется расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. А в доме по улице Гагарина 2.2 произошло возгорание. В коридоре жилого дома загорелась стиральная машина, которая, по словам соседей, уже очень давно стояла без дела и превратилась в мусорный бак. Едкий дым от стиральной машины охватил весь подъезд, вплоть до 10 этажа. Людей пришлось эвакуировать. Несколько детей были доставлены в больницу. Жильцы рассказывают, что совсем недавно в подъезде был сделан ремонт. Теперь на когда-то белых стенах черная копоть. Был ли это поджог или случайное возгорание, выясняется. По прибытии к месту вызова первого пожарного подразделения пожар был ликвидирован. С места пожара было эвакуировано 20 человек, из них 5 детей. Трое несовершенных летних детей, кареты скорой медицинской помощи, были доставлены в областную детскую больницу на подозрение об отравлении угарным газом. Специалисты Управления по защите прав потребителей советуют остерегаться подделок при выборе новогодних атрибутов. Среди огромного количества всевозможных игрушек и гирлянд можно встретить несертифицированный товар, который может не только испортить праздничное настроение, но и стать опасным для здоровья. В предновогодние дни уральские прилавки буквально завалены праздничными атрибутами. Среди них всевозможные гирлянды, украшения и елочные игрушки. Как известно, стеклянные игрушки вышли из моды. На смену им приходят изделия из небьющихся материалов. Но санэпидемиологи предупреждают, они могут быть опасны для жизни. Речь идет о несертифицированных товарах. В текущем году новогодние атрибуты специалисты еще не проверяли. Зато в реализации обычных детских игрушек были выявлены значительные нарушения. За 2015 год, можно сказать, что Управлением по защите прав потребителей было отобрано более 32 игрушек с разных торговых домов, точек, где продают игрушки. И на соответствие лабораторных исследований. В результате лабораторных исследований из 32 не соответствовало 11 проб. Изъяли все игрушки, которые не соответствовали по лабораторным исследованиям. В массе своей на Уральские торговые прилавки игрушки поступают из Алматы и Российской Федерации. Товар у поставщиков разный. Продавцы заявляют, что также заинтересованы в качестве закупаемой продукции. Даже те же гирлянды, то здесь видите, вот они российские, у них качество совсем другое. Там шнур толще и все. И так все. Любое, что не возьмешь, товар, конечно, намного лучше. И качественнее. Потом у них там сертификат. Они нам все показывают. Специалисты советуют проверять товар, не отходя от кассы. Много о нем может рассказать внешний вид. У игрушки не должно быть заусенцев, каких-либо других повреждений. Она не должна оставлять краску. В первую очередь должна быть игрушка упакована. Должна быть там маркировка. Где маркировка должна быть легко читаемой на государственном или на русском языке. Также здесь должна быть указана дата производства игрушки. При необходимости срок хранения игрушки. Покупатель имеет право запросить сертификат, имеющий качество и безопасность продукции. Все же, если покупатель приобрел некачественную игрушку, либо гирлянду, которая имеет повреждения, изоусенцы, неприятный запах, он вправе обратиться с заявлением в Управление по защите прав потребителей. Марина Горбук, Дорин Досимбиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Республиканская акция «Требуй чек» в игры «Приз» подошла к своему логическому завершению. И сегодня состоялся розыгрыш основного приза автомобиля марки «Шевроле». Как отметили в Департаменте госдоходов, всего в акции приняли участие порядка 21 тысячи потребителей. Утешительный приз в размере 100 тысяч тенге ушел в Карагандинскую область. 200 тысяч тенге получила жительница Атыраусской области, 300 тысяч тенге получит жительница Алматинской области, ну а новенький автомобиль «Шевроле» достанется жителю Восточно-Казахстанской области. Новогодние подарки также получили и жители города Уральск. Акция направлена на то, чтобы повышать налоговую культуру как самих граждан, так и наших налогоплательщиков, чтобы искоренять теневую экономику. За время проведения акции было дополнительно поставлено на учет 154 кассовых аппарата, было выявлено и устранено 65 фактов и невыдачи кассовых чеков. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин